Это, может, не совсем удачно, это балочка не столь велика. По левой стороне чернозем, по правой стороне глина. Когда мы говорим о эрозии, никто не задает вопрос. Эрозия методом смешивания земли. С правой стороны уже уплыл черноземный слой, а с левой стороны вот можно посчитать проходы трактора. То есть трактор проходил и справа налево утягивал чернозем через балку. То есть у меня при нуле промоено 20 сантиметров. Ну, кто, кто скажет, что у нас нет промоен, киньте камень у меня. Значит, у них не те земли. Давайте поменяемся. А в основном у нас везде промоен. Мы по-всякому с ними боремся. Но с другой стороны здесь земля переносится на десятки метров. То есть это эрозия методом смешивания. То есть правая сторона. Миксирование. Да, вот правильно скажем, миксировать. То, что вот уходить или не уходить на классику. Ну, вот один из этих примеров. Мы видим, допустим, в наших зонах галеные глиняные бугры. То есть вот таким способом мы унесли эту землю. Только я задаю вопрос. А куда она девается? То есть она отсюда уходит. К нам в Ростовскую область, в Ростовскую область и в Цимлу. То есть Цимла и Азовская моря. Семен Григорьевич, давайте не будем об этом. Дело в том, что здесь наутильчики, которых уже не надо убеждать. Ну, не все наутильчики. Классикой никто не занимается уже. Вот просто давайте в тонкости технологии будем вникать. Вот это вот важнее. Значит, получив отчет, мы смогли фиксировать в лаву. Радости было бескончение. Потом начали сеять, а сеем не получается. Значит, в этом году мы потратили два месяца для того, чтобы попытаться посеять поле. Я как бы задал вопрос в экспронтах на поле. Говорят, что нужно ждать, пока высохнет салон. Мы в этом году взяли, переделали 602-ю Амазонку. Если кто знает эту модель. Поставили впереди колтер. Значит, это наше результирующее, как бы, то, что получилось в этом году. Вот мы смотрим на колтер и поставили чистик. То есть землю поднимает, сырую землю поднимает, смешивает солома и начинает грести. Ну, вот, как бы, вот эта конструкция. И то, эта конструкция работала не круглые сутки. То есть мы готовы сеять круглые сутки. Но когда влага подходит, даже вот эта вот сейлка, которая смогла посеять, по очесу. То есть это, будем считать, наша, ну, как бы, наработка. И когда мы говорим, что 90-я серия сошника и хозяин этого прекрасного заведения сказал, что купил сейлку, собирается еще купить сейлку. Когда он увидит, что что-то есть лучшее, то есть это еще не крайне 90-й сошник. То есть мы имеем, ну, до 30% заминания соломы, до 30% теряем схожесть семян. То есть теряются очень сильно семена крупные. То есть, ну, будем так считать, что семена нута и кукурузы, которые более крупные, она не ложится на глубину. Но с кукурузой немножко проще. Кукуруза у нас идет ранний срок посева. Все как бы хорошо. А вот подсолнечник, если не проходит дожди, мы попадаем под незаделанные семена. Вот если мы смотрим, ну, во-первых, что мы сделали? Мы ДМС перевели на 70 сантиметров, подсолнечник посеяли через 35. Вот вы посмотрите, видите, вот кучку, которую солома грибла. То есть даже вот этот при Коутре и при сошнике Анкерном. Ну, то есть у нас, как бы в истории, я вернусь назад, первые селки мы имели двухдисковый сошник с зализыванием борозды. И когда при сырой земле его раскаскивало. Красиво очень сеет, сошник очень хороший. Работали жерарди, двухдисковый сошник. Не понравилось. Купили 90, джандиры 90 сошник. Затапкивают солом. Вот если по борозде посмотреть, отчёс, после отчёса, вот видите, у нас лежит такое количество солом. Ее прорезать проблемно. То есть вот эта селка, я как бы призываю коллег, подобрать селку, я не скажу, что у меня самое лучшее. Как бы я поделился проблемой, которая висит у меня. И эта проблема, я понимаю, у отчёса будет у всех. То есть при получении хорошей соломы мы выбираем семена пшеницы и высокоруслые с целью не только получения урожая, а в виде видительной массы, а получения похоронной культуры. То есть мы как бы говорим, это одеяло, которое мы имеем. Вот посеяв кукурузу, мы взяли, набрались, ну, будем считать, я так скажу, наглости агротехнической. Мы через 70 сантиметров посеяли кукурузу гематикой. То есть выставили норму 50 тысяч. По весу не буду там точно помнить, но это детали. Агроном очень хорошо к этому подходил. И вот посмотрите, стояние кукурузы неравномерно. То есть, ну, это будем так считать, технический вопрос особенности распределения сейлки. Вот особенность здесь поставленная на низу линия в два раза, допустим, разбег семян. Значит, немножко влияет на снижение урожайности. То есть мы планируем дорабатывать сейлки методом точного высева. Ну, туда еще доработать. Ну, вопрос, посмотрите, вот здесь мы не видим, вот по подсолнечнику, а подсолнечник посеян по азимам, мы не видим подсолнечных остатков предыдущего, 18-го года. То есть это уже разложилось. Идет один подсолнечник. Вот мы смотрим по нуту, вот нут посеянный по азимам. То есть это проблемный вопрос. Немножко было тяжело сеять. И еще вот тут рядом сгорел, ну, подожгли хулиганы на мнук, ой, азимы мы смогли затушить. Ворачиваясь вот здесь, вот здесь по азимам посеяно, здесь по сгоревшему. То есть по сгоревшему, ну, сейлка работала намного лучше. То есть, ну, соответственно, все же получился. То есть мы говорим опять, что это система классики. Система классики. Ближе к классике. О чеченице посев в этом году, люди пришли и сказали, это как раз и полосфальт, я говорю, ну, все. Потапов сдал позиции, задисковал. То есть, представляете, ДМС-9 через 18-й пет посеяло и такое ощущение, что было все дисковано. Не видно, что это были какие-то пожневные остатки. То есть, ну, это как бы особенности этого. Вот здесь тоже самое мы сеяли вот этим сошняком по сорву. Практически посев мне понравился, как бы хороший. Что бы я хотел сказать, ну, коллег, у нас мы видим то, что сделали за рубежом, потом это скопировали и притянули сюда. Вопрос другой. Мы, находясь вот здесь, в разнице, ну, будем считать, я нахожусь там в 70 километрах, не вижу здесь подсовочник. Живя в Гоковском районе, пол района в одно время прекратило сеять подсовочник. То есть, ситуация, погода изменилась. Мы не научились подстраиваться под погоду и выбирать сроки севы. Вот мне нравится Константин Ильич, когда говорит, что там сев ранний, сев поздний, другие сорта. Ну, то есть, вот здесь стараться как-то нужно работать. У нас существует, как было сказано, что высевали несколько сортов. То же самое здесь по сошняку. Если у нас проблема с сошняком, у меня я работаю с сейлками, у меня три вида сошняка, которыми я работаю, и я не доволен. Продавец приходит и говорит, какой ты хочешь купить сейлку? Я говорю, я не знаю, какую хочу купить. Ну, ты что такой за умный? Я говорю, да серьезно, не знаю. Поехали на поле, посмотрите. На одном поле, посмотрите, глыбу выбивают. Если мы смотрим вот здесь назад. Вот посмотрите, вот здесь выбита глыба. Сырая земля, погнула. То есть, семена находились неуплотненные. То есть, та сейлка, которую мы смотрим, допустим, вот эта, у ней стоит очень хорошая система укрывания земли, которая уходит. То есть, ну, вот эта сейлка работает по глазу. То есть, кто это знает, расскажите, траекторию полета земли вот при этом сошняке. То есть, анкерные сошники, укрывающие колеса. То есть, это не работает, не по нулю. То есть, здесь земля уходит за пределы вот этих колес. То есть, структура накрытой земли, и сошник работает по-другому. То есть, здесь настолько много нужно, ну, как бы вот наш, Найя тут тоже выступал, говорит, мы занимаемся сейлкой, мы увидели там, притянули сюда, там у них неизвестно, она хорошая, а у нас погода другая, но мы все равно нам сюда говорим, и крестьяне, мы говорим, вам нужна вот эта. То есть, должны приехать в хозяйство и сказать, ребята, давайте там 3-4 сошника запустим в работу на разных полях. И потом, каждый год по-разному. Если взять у нас прошлый год, мы кукурузу пришлось нам сеять в июне месяце. То есть, вы понимаете, что вот, из кто местных здесь в этой зоне, мы должны понимать, что у нас кукуруза 25 по 1 мая сеется, а мы на месяц позже посеем. Ну, слава Богу, что прошли дожди. А так бы мы бы были, как были с кукурузой. То есть, здесь я не вижу кукурузу почему-то. Но не буду задавать вопрос, я знаю ответ. То это проблема, получение или не получение этой культуры. Не будем сравнивать Воронежскую область, которая рядом с нами. Поэтому нам нужно сошнить тот, который будет сеять в календарный срок. Снег сошел, наступили температуры, и мы должны взять и посеять. То есть, здесь наука должна прийти. Почему я, допустим, занимаюсь сельским хозяйством, беру болгарку, ну, не только будем так считать, я, это мои люди, сварку, и начинают два месяца заниматься экспериментом. И потом вот приходят и говорят, что, а надо это делать или не надо? Значит, когда бульдогер собирает вот эта сейлка, а написано, как сказано, да, на сей, что осенью, что весной, это лукавство. То есть, то, что в ютубе, как я открыл эту сейлку, когда мне не понравилось сходы кукурузы, я сказал, нужно заменить сошник. Я ушел по религии, то есть, должен был дисковый сошник работать. Я сдал дисковый сошник на анкерный. Для того, чтобы, я с Дрогачком говорю, ты почему сейлку, комплекс купил анкерного сошника? Он говорит, отстань от меня. Я говорю, почему? Он говорит, хочешь, я тебе отвечу красиво? Я говорю, ответь. У меня каменистая почва, я работаю анкером. То есть, а потом, когда я посмотрел, что анкер, не одна почта зависит. То есть, это что-то не сработало, и он сказал, давайте отступим немножко от дискового сошника и сделаем сошник анкером. То есть, он какие-то функции закрыл вот этим сошником. То есть, нам бы нужно поработать, мы будем, скажем, либо пригласить сюда экспертов, когда говорят, перегружатель привезите. Хороший весь перегружатель, взяли, отказываетесь. Поверьте мне, хороший. Когда я спрашиваю, сколько стоят весы, не буду говорить, тут знают они. Я дело в том, что родился в Краснодаре и знаю климатическую зону Краснодарского края, и немножко отступления. Приезжаю я на родину матери, сюда, в область. Приезжаю к сестре, она работает в зоотехнике. Я говорю, Наташа, а для чего вы выращиваете карликовую пшеницу? Ну, я говорю, молодой с армией пришел еще, я не видел такой пшеницы, как в Краснодаре. Она говорит, это нормальная пшеница. А там на песке, Чертковский район, пшеница, ну, вот так стояла. Ну, наша вот эта пшеница. А я говорю, нет, я знаю, какая пшеница бывает. Пшеница вот так должна быть. Вы чего не понимаете? Она говорит, ты замери эти семена, и у тебя наша пшеница вырастет тоже так. Я говорю, не может того быть, чтобы такая пшеница выросла вот такая. То есть вот это я знаю. И когда мы сидим на совещании по наутилу, и аргентинцы задают вопрос, а как вы замеряете норму удобрений, ну, то есть прибавку урожения, они говорят, ну, мы замеряем через накопители. Они задают вопрос, вот, кстати, по накопителям. А у вас накопители с весами, и краснодарские ребята, я называю своих земляков, жирных котов, и я говорю, смотрел, они глазки опустили примерно, не дотягивают даже наши краснодарцы до накопителей с весами. Когда цена будет, ну, доступная для нас, мы научимся зарабатывать эти деньги, мы купим накопители, и купим накопители даже с весовым контролем. То есть это нормальная ситуация, и мы к этому идем. Семен Григорьевич, минутка. Давайте так, я, в принципе, ну, как бы вот, то, что хотел донести, беседовать о нулевой технологии мы можем очень долго, и у меня особенность такая, что если я заведусь, тяжело остановиться. Давайте лучше на вопрос. Если у кого-то есть какой-то вопрос, вот по теме, вот в этом направлении, я бы хотел помоделировать ситуацию. Есть вопросы к Семену Григорьевичу. Энтузиаст, большой энтузиаст наутила, с удовольствием занимается, и приличный набор культуры выращивает, почти в той же зоне. Вот экзотик, сошняку, монодиску, как вы относитесь? Ну, давайте так, к монодиску положительно отношусь. Значит, монодиск, это, ну, давайте так вот, ну, некрасиво, ну, можно я покритикую? Значит, вот стоит сейлка. И Муратбеков здесь. Мы видели у них посев на 12 сантиметров. Посева. Вот тут стоят сейлки, которые могли, вот семена, которые на поверхности лежат, заделать той сейлкой и положить во влажную почву. На 10 сантиметров. Влага есть, надо было влагу доставать не монодиском, а анкерным сошняком. То есть, если бы сделали три посева, тремя сейлками, и потом мы бы посмотрели. Я вот на 90% уверен, то есть, это я видел у Муратбеков. Вот эта сейлка, даже у них по классике, дает лучше. То есть, использовать монодиск, для того, чтобы взять монодиск, я поехал в облейский район, мне Джандир повез, показать, как она работает. Я приезжаю, говорю, загоняйте ее на дорогу, а не загнали. Загоняйте на целину, загнали. Я говорю, спасибо, я у вас не беру, я поехал покупать в облейке. Мне с Америки привезли две сейлки. Ну, то есть, мы бедные крестьяне, я опять говорю, но я работаю на монодиск. То есть, он у меня есть. То есть, мы на монодиск, на монодиск, стали даже вопрос, дело в том, что не столько творец, я столько хулиган. Мы на сейлку зерновую поставили высевающие аппараты, супаэновские, назовем так, с украинской сейлки. То есть, от фэнда напрямую поставили турбину и монодиск. Сейл у нас подсолнечек, кукурузу, но будем так считать, что вот пожневные остатки, они не продавливают так, как хотелось. Монодиск хорошо работает при осеннем посеве. Но один из вариантов, давайте так вот, сейчас мы будем сеять, мы еще не начали сеять озимую, у нас влаги нет, у нас влага там толепо, сантиметров за 40, наверное, за 30. То есть, у нас приходит влага в октябре месяце, мы получаем сходы, мы будем считать стандартные наши сходы, по, мы назовем так, непаровым предшественникам, а у нас они, получается, все непаровые, соответственно, у нас октябрьские сходы. Бывают экстремальные такие ситуации, как 13-14 год, когда выпало большое количество осадков и проблема была по парам посеек, то мы даже загнали все сейлки, даже с озышкой, для того, чтобы между дождями сделать посев. Урожай был одинаковый, но красота была, конечно, у Жерарди намного лучше. Поэтому сейчас у нас сухая земля, и вот именно для нас, и для сухой земли, вот этот вот посев джангиром будет необходим. То есть, жесткий монодиск, не нужно использовать колтер, он работает, режет прямо короб земли, хорошо крошит ее, ложит на 4-5 сантиметров, столько, сколько нам конкретно надо. Мое убеждение такое, на 2 сантиметра нельзя ложить, потому что может провоцирующаяся, это быть, влага. Нормальная влага на 4-5 сантиметров даст всходы, и он уже укоренится всходы. То есть, получается, на 10 сантиметров сухую землю, ну, не надо нам сейлку убивать, то есть, можно и на 10 положить, ну, для чего. То есть, в прошлом году мы по Николаю Андреевичу по Зеленскому, он сказал, посеете вы в декабре месяце, я перед новым годом посеяла зиму, для того, чтобы, ну, посмотреть, как она будет развиваться. Ну, то есть, этап сева начали с октября и закончили в декабре. По ледяной корке, когда сейлка уже низшила практически. То есть, у нас местами зерно лежало на поверхности. То есть, тогда получается так, что, ну, лучше для позднего срока посева, мелкая глубина, 1,20 метра. Ну, это на Явлевский уже посев. Когда уже терять нечего, мы знаем, что любой дождик, это будет дождик эффективный. То есть, поэтому сейчас я отвечаю на ваш вопрос. Нравится этот мне сошник, очень нравится, но его нужно использовать в то время, где он вам приемлем. Я не знаю, в какой зоне работаете, на каких землях работаете вы. Спасибо, Семен Григорьевич.